здравствуйте друзья я к не видел дождь скажете вы и будете по-своему правы но зависит от того где знаете как вот как в том анекдоте что два волоса на голове это мало а два волоса в супе это много вот так что дождь да еще вот у нас тут в северной калифорнии это редкость хотя наступает сезон дождей в том смысле в каком он может состояться а можете нет бывает так что сезон наступает дождей а дождей нету то есть по времени наступает а по дождя где так бывает бывает ну вот будем надеяться и у нас пожары там на севере калифорнии и на юге собственно не симпатичная ситуация совсем не симпатичная и было много надежд на то что дождик что-то изменит в этом плане дожди обещают не только сегодня с утра уже так поливает немножко поливает хотя видите небо затянуто в данном случае уже не дымом затянуто а таки до тучками вот на этой неделе школы не работают в общем дети как-то так разбрелись кто к родителям кто куда вот у нас анна леонидовна сотрудница она несколько дней водила детей на работу к нам они очень были довольны знаете потому что у нас время торты конфеты вообще такие тихие два ангелочка так тихо сидели и все время что-то вкусненькое там мама им давала периодически вот я и спросил честно я говорю больше вот хотелось бы в школу или у нас лучше они говорят все-таки в школу лучше короче детей вот распустили из школ как там родители с ними управляются я не знаю дожди обещают еще и в пятницу сегодня среда утро значит обещают еще в пятницу обещают еще и там может быть на неделе ну не знаю вообще сейчас конечно метео прогнозы очень точные тут грех жаловаться посмотрим посмотрим в общем пожары не симпатичные и главное что конца этому нет потому что усугубляет вот те изменения климатические которые к этому приводят они на самом деле только усугубляются становится все жарче и жарче и жарче уже не к добру это все в общем пока так сильных дождей знаете таких проливных таких ливнями у нас редко бывают у нас такие знаете это называется shower это вот как до душ да вот такие showers так слегка и моросяки такие но вот вы видите сказать вот я еще раз вот я со стекла час вытер браз посмотрите ну что это за душ такой как такой дождь может повлиять на пожары я не знаю уж он может повлиять конечно если будет неделю так попеременно идти может повлиять на то чтобы в горах например выпал снег и уже можно было там на горнолыжных курортах начать сезон у нас у нас тут есть недалеко там часа три-четыре там их много разных поэтому может быть там конечно это скажется сильнее но так чтобы леса именно не знаю такая ерунда где сезон ураганов где сезон пожаров где чего как страшно жить друзья как страшно жить вот но ничего люди живут люди живут и знаете что когда горит где-то далеко думаешь так это же далеко это к нам не относится до погибло сколько народу неизвестно где находится еще куча народу в общем будь здоров у нас уже заключенные знаете тут их привлекают на тушение пожаров так это не первый раз уже есть люди которые но они так сидят уже более капитально вот так они прямо чувствуют что хотят в пожарники после освобождения но как-то им говорят что может быть это не очень получится потому что все-таки пожарник это такой госслужащий человек проверенный надежный ночью люди рвутся на рвутся в пожарники им нравится некоторым заключенным нравится участвовать в тушении пожаров в общем посмотрим громадные территории хорошо что вот виноград уже убрали потому что значит вся эта винная долина которая сейчас затянута вот этими облаками дыма все это передается винограду когда он вызревает и однажды я был на винодельни 1 в санта-круз там в гора и ну там естественно дегустировал одно другое третье мне говорят попробуем вот это говорят ребята значит вот это такой был интересный год когда вот там сгорела пару гектаров леса и вот в течение там недели тут все было дымом значит затянуто и вот этот дымок ты сейчас почувствуешь в вот в этом вине я пробую это вино и действительно там что-то такое есть вот и когда значит все эти дела начались на первая мысль была так виноград еще на корню или уже поснимали ну конечно уже уже поснимали в конце ноября виноград конечно уже поснимали но в общем влияет на все это это дело каждое утро мы смотрим на карту на карте показано где какой уровень загрязненности воздуха мы эти дни не ездили в санта-круз на дачу казалось бы санта-круз тут за горой и на океане и вроде бы там должен был бы воздух быть почище но это зависит от того откуда ветер вот такая история мы могли бы и не знать про дым пожаров если бы ветер дул куда-нибудь там на континент или там на океан но поскольку ветер дует нашу сторону так вот типа с севера на юг то вот и затянуло и у нас тоже и в санта-круз тоже то есть когда мы смотрим на показатели загрязненности воздуха санта-круз ничем не отличается от сана хосе или там сани вейла датчики стоят в очень многих местах и прямо вот на веб-сайте видно в тех местах где они стоят чего происходит такая вот у нас история посмотрим как дождик на что повлияет а у нас сэнсгивинг и если вы помните я начал рассказывать историю о том как мы приехали в сша потому что приехали в сэнсгивинг и вот завтра как раз будет 28 годовщина нашего приезда оно же в тот же день будет 43 годовщина нашей нашего бракосочетания со светланой в один день все произошло и собственно вот я и начал к годовщине я не к сэнсгивингу стал вспоминать о том как дело было а именно к годовщине приезда вот это же как раз вот сэнсгивинг и был так я за недельку начал этот рассказ а завтра вот уже завтра будет сам сэнсгивинг это четверг четверг и пятница это выходные ну в связи с праздником у нас выходные потом суббота воскресенье выходные так что у нас большие выходные завтра в четверг к нам подъедет гарик прораб со своей курочкой вот и мы поболтаем на темы 90-го там года или когда они уезжали они в разное время уезжали они тогда еще не были женаты вот мы с ними поговорим и в частности нам курочка ирина ее зовут жена прораба она расскажет нам как она багаж отправляла то мы это со светланой не отправляли ничего багажом у нас собственно и не было ничего такого чтобы багаж ну вот она расскажет о том что такое было отправлять багаж в те годы такая вот такой план у нас на празднике дальше посмотрим и конечно нам надо сейчас упаковаться для поездки во флориду потому что через неделю примерно вот в это время ну почти ну дать ну там 8 дней мы должны будем уже со светланой сняться и полететь во флориду на неделю значит мне нужно спланировать со всеми договориться может быть там как по времени и полетим такие вот такие вот дела мы будем санта крус на выходные съездим там надо кое-что забрать обычно мы всякие чемоданы и такой груз который с собой тащим мы держим там в гараже поэтому вот такие у нас пока планы сегодня светлана отменяет свой стрим она обычно по средам сутричка но не получается потому что вот эти три женщины которые хотели снять нашу квартиру они снимают нашу квартиру им нужно срочно там заехать переехать уже сегодня они хотят машину поставить в гараж а так они заедут в субботу вот уже официальный заезд у них в субботу и нужно гараж этот освободите нужно проконтролировать тут и там плюс пошел дождь и выяснилось что вот эти гаттеры ну то есть вот эта система водостока там кое-где подтекает соответственно нужно этим заняться всегда так каждый год так смотришь где течет где не течет без воды не проверишь в общем кое-что там уже выяснилось с этим строительством и поэтому сегодня света помчалась с утра на стройку и не сможет делать свой эфир вот а я в пятницу легко легко выйду в эфир потому что на работу мне не надо хотя собственно и даже если было надо на работу тоже можно делать эфир мы всегда управляемся вот друзья можно сказать что золотая осень да так посмотрите золотятся золотятся кроны деревьев и и вот сейчас вообще такое время когда с деревьев листики падают машина вот у меня с утра тоже вся в чем-то таком надо будет пойти помыться лишний раз так вот осыпается с деревьев там все у меня стоят на улице пытаясь вспомнить как-то дерево вязы да у нас вся улица вязов улица вязов и вот у нас на участке их там парочку из них тоже сыплется что-то такое занятное вот зачем называется полное название дерево китайский вязь китайский вязь в общем очень красивая деревья на сказать симпатичный так что посмотрим посмотрим как дождички повлияют на пожар очень бы хотелось конечно очень бы хотелось чтобы повлияло с точки зрения так сказать загашения я только не очень не очень уверен что вот таким малым количеством воды такими дождичками моросячками можно как-то повлиять на на сильное пламя там ветер все это раздувается очень кошмар вы посмотрите это целое здание вот тут стоит такое же точно как вот то в котором мы работаем у нас тут четыре здания на нашей плази 3 вот так бочком к дороге стоят а 4 там дальше вдоль дороги посмотрите как они его обмотали это не то что там какой-то частный домик понимаете это же фактически это коммерческое здание как они его обмотали своим брезентом и видимо собираются газом тут каким-то потравить давайте я проеду вдоль него потравить каких-нибудь ну даже не знаю термитов но здесь здание это бетонная какие что-то термиты даже я не значит не деревянная а смотрите-ка о как что-то они травят там наверное в связи с праздниками да говорят вот все равно там завтра послезавтра праздники выходные давайте вот валите отсюда будем опрыскивать так вот юми гейшин видите вот написано на машине юми гейшин это вот и есть тот самый процесс который они тут запускают ладно поедем дальше а вот пожалуйста вот нас тут четыре здания вот это еще одно вот то что слева это то в котором мы работаем вот и вот тут тоже а то здание что справа у нас там небольшая лаборатория мы там тестируем как у нас такая своя внутренняя практика завелась так тут еще что еще и встать негде это уже просто наглость друзья просто наглость придется встать где-нибудь сбоку но украины вот есть местечко есть местечко хорошо местечко нашлось конечно знаете как там твое место у параши но а мое в данном случае вот тут в уголку но ничего ну и в уголку неплохо тут даже посушить вот дерево справа стоит да что-то мы с вами не виделись еще толком сегодня друзья давайте мысль вот видите светлый образ сегодня утеплен где в рубашке но я еще от на себя такой тепленько наделку что действительно прохладно все теперь уже таки да счастливо иду на рабочее место м м м м м м м